Доброе утро, ребята! Что у нас суббота? Ой, слушайте, сегодня карманов нету, у меня сегодня джинсы без карманов, представляете? Поэтому все в руках тащу. Суббота, раннее утро, я лечу уже на работу, ну, точнее, начинаю я свое субботнее утро совсем не с рабочих моментов, а с каких именно, чуть позже вы узнаете. Как приятно идти на работу в субботу. Кто со мной согласен? На самом деле, ребят, людей еще нет, машин еще нет, все спят, уже солнышко вышло, птички поют, такой вот свежий пока ветерочек, еще нету жары, духоты. У меня хотя в магазине и так этого всего не будет, но все равно. А еще самое главное, я уже только что вот сторис, сторис снимала, и когда едете на работу, чтобы еще более бодрое было у вас настроение, включайте погромче музыку, если вы на машине едете, и пойте. Пойте все равно, даже если у вас голоса нету слуха, просто пойте. Как я уже не раз вам говорила, главное громко, не важно, не важно попадаете вы или нет, но когда это громко, это заряжает такой энергией, попробуйте как-нибудь и напишите, что у вас получилось. Так, ребяточки, у меня есть 3 минуты времени, поэтому рассказываю, я пришла намного раньше, чем у меня начинается рабочий день. Сегодня открывает вообще магазин Марина, но уже я сделала это за нее, это замечательно, хотя я сейчас все-таки его закрою. Почему? Потому что, помните, 2 недели назад я ходила на маникюр, мне делали наращивание, да, и сказали обязательно, независимо от того, как будут носиться ногти, через 2 недели прийти на повторную коррекцию, потому что там надо довести, доделать форму, но доделать ее надо было именно через 2 недели. Сегодня наступило 2 недели ровненько, и несмотря на то, что у меня ногтики в идеальном состоянии, я вообще не вижу смысла их корректировать, но мне надо, потому что я девочка обязательная. Не зря мне все-таки мастер по маникюру сказала проследить, чтобы вот эта коррекция была именно через 2 недели. Поэтому иду дальше формировать красивую форму своих ногтиков, чтобы ручки были в идеальном состоянии. Наслаждаюсь такой женской энергией, да, потому что женщина, когда ухаживает за собой, это восстановление именно женской энергии, позитивной энергии, хорошей энергии, то, что избавляет нас всегда от любых депрессий, нервов и тому подобное. Поэтому есть возможность, или вы находитесь в депрессии, девочки, салон красоты, правильно? Начинаем всегда с себя, начинаем что-то менять в себе, и тогда у вас все будет замечательно. Поэтому, поэтому я так рано и приехала. О, видите, за минуту вам всего наговорила, у меня есть еще 2 минуты свободного времени перед тем, как бежать вот сюда в театр причесок девчонкам. Все, девочки, я уже на месте пришла. Кому интересно, давайте вам покажу, с какими гель-лаками работают девочки, что у нас тут опи. А, мне вот это, знаете, что нравится? Эми. Вот здесь такие оттенки красивые. Ну, здесь разные, видите, есть. И Бьютикс, по-моему, да? Ну, кто занимается ногтиками, я думаю, вы знаете. В общем, вот сколько здесь всяких разных гель-лаков, всяких штучечек. Вот, окно открыто со стороны мастера, так что буду наблюдать, как моя Маринка будет идти в магазин. Видите, еще и буду контролировать весь процесс, что происходит на улице, пока мне вот здесь будут делать... Все, сделали мне коррекцию. Вот такие ноготочки у меня. Такой абсолютно нюдовый цвет, такой холодный розовый. Вот, плотненький, толстенький. Я специально попросила, чтобы они были поплотнее. Все-таки много работаю с цветами, сталкиваюсь с водой, поэтому тонкие ногти, это не для меня, не для моей профессии, по крайней мере, в моем случае. И взяла, знаете, что? Опи. Это масло для кутикулы. И оно такое вот, сейчас я вам его покажу. Оно в таком, как карандашике. Кстати, совсем вообще, ну, недорого стоит просто кинуть в сумочку. Вот, имейте в виду, может быть, вы там у своих мастеров спросите, потому что они бывают именно, знаете, в банках, как лак, да, и вот можно разлить. А здесь очень удобно. Кину, и вот просто кисточкой вот так вот по кутикуле проводите. По-моему, здорово. Взяла с яблочным ароматом, хотя разница там по аромату, ну, там большой выбор ароматов, но все-все абсолютно с одним и тем же составом, то есть просто разный запах. Вот. Буду пользоваться, потому что давно себе искала масло для кутикулы и обрадовалась, что нашла именно в таком удобном формате. У меня сегодня, ребята, все строго по часам, ровненько. По мне сегодня нужно усверять время, а точнее потому, как весь мой день распланирован. Ровненько приехала на работу, ровненько попала на маникюр, маникюр закончила, и сразу ко мне пришла моя ученица продолжать обучение, продолжать базовый курс. Я уже все здесь подготовила, мы сегодня вот здесь сидим, благо погода позволяет, единственное, что чуть-чуть прохладно еще, я пока в джутике, и сейчас вот Вика там с Мариной какие-то вещи обсуждает, сейчас она сюда придет, и мы продолжим. Мы продолжим сегодня еще чуть-чуть будет теории, и посмотрим. Возможно, уже захватим практику, и если где-то будет перегруз информации, тогда практику перенесем на завтра. То есть у нас нет такого, знаете, четко, что вот мы обязаны вот все вложиться, то есть здесь уже у Вики есть возможность приезжать, она из Мимска, поэтому мы очень плавно, у нас идет обучение, так, чтобы она, знаете, так дозированно получала информацию и успевала ее переварить. Ну, а, соответственно, и задать мне какие-то вопросы, если будут возникать после переваривания информации. Все, тогда сейчас пойду Вику уже звать, чтобы не тратить время. Да? К вам чуть позже. Ребяточки, у нас уже теоретическая часть подошла к концу, сейчас мы готовимся к практике с моей ученицей, но в этот раз я решила вообще усложнить. И я не сама пошла выбирать какой-то сложный материал на улицу, помимо тех цветочков, которые будут в композиции. Я дала секатор в руки ученицы, вывела ее на улицу и сказала, ищи и режь. И она сейчас ходит, ищет и режет. Вот, так что будет очень интересно у нас сегодня, интересная практика. Еще и на свежем возле аточки, смотрите, вот тут у нас немножечко добычи, добычи моей ученицы. Вика сама все подбирала себе на улице из цветочков, вот разные такие. Часть тут лежит уже вон гиперикум, хризантема, то, что вот я тут еще добавила. Сейчас вот она перебирает, изучает и начинает делать композицию. Итог, конечно же, я вам тоже покажу, что у нее получится, но перед этим мы с ней сами оговорим, что у нее получится. Да? Ага, да. Да. Настроена? Да. Страшно? Да. Да? Что, и тебе тоже страшно? Конечно. А чего тебе страшно? Ну, все время страшно перед тем, как ты делаешь новое. Ага, все будет хорошо. Конспектом, рядом я вижу, конспект есть. Все, конспектом пользоваться можно. Ну, а я пока, пока тут Вика работает, я пошла кушать. Ребяточки, у меня, в общем, Вика тут делает уже композицию, старается, использует тот материал, который она выбрала сама, прошла с фотосификатором, нашла на улице. Но я, в конце концов, вспоминаю, что говорила Настя, она меня все время сравнивала с Гитлером и говорила, что у меня очень сложно учиться, поэтому я не имею права, кстати, Настя, тебе привет, я знаю, ты точно смотришь мои видео, я не имею права подвести, раз сложно, значит, должно быть сложно. Поэтому, помимо того, что и так уже подобрано для композиции, то, что Вика может использовать выборочно, то есть она может сама решить, надо ей это или не надо, и уже использовать. Есть три элемента, которые сейчас ей также донесли мы с Маринкой, которые надо обязательно использовать. Это вот такие вот желтенькие цветочки на очень слабеньких стебелечках, это вот такие веточки засушенные, а также вы посмотрите, какая красота. Белые одуванчики уже распущены, с ними надо очень осторожно работать, потому что их очень сложно поставить, и когда с ними работаешь, нельзя дышать, потому что они могут развалиться. А к концу, к тому моменту, когда мне Вика будет защищать композицию, я хочу все три этих одуванчика видеть точно в таком же виде, кругленьком и плотненьком и целостном. Так что будет весело. У Вики начинают ржать руки, и она уже эта бедняжка не поняла, зачем я сюда пришла, думает Вика. Но мы легких путей не ищем. Первый блин был комом. Я решила усложнить задачу, включила камеру. Так, не дыши. Это та, которая не говорила, я не буду смотреть. Я не Гитлер, я не буду смотреть, да. Так, когда дышишь, поворачивайся в другую сторону от одуванчика, потому что иначе он у тебя развалится. Пальчики очень медленно двигаются, чувствуют полностью и проволочку, и стебелечек, чтобы его не согнуть, не прижать. И все движения должны быть очень-очень плавные у тебя. Потому что, ты помнишь, нам надо сохранить голову одуванчику. Вы видите, как у меня проходит, ребята, обучение? Я вчера вам мало снимала, а сегодня вот вам показываю самый сложный процесс. Но, конечно, здесь, сюда, конечно, ребята, если кто-то из вас все-таки захочет повторить этот номер, конечно, здесь должна быть бульонка. Здесь вот эта герберная проволока, несмотря на то, что она очень тоненькая, но по сравнению с одуванчиком, она, ну, со стеблем одуванчика, она немножечко твердовата для него. То есть бульонкой, конечно, тут намного легче работать. То есть начинай вставлять, дальше как делай? У основания. У основания так ты сильно все цветы, смотри, растянула, а тебе надо пробраться, придерживай левой, ты же правша, левой ручкой возьми сверху, держи, теперь правую отпусти, отпусти, и теперь аккуратненько пальчиками снизу пройдись вот туда вот над оазисом и нащупай проволоку и стебель. Ну, это очень сложно. Здесь, это несложно, так тебе, наоборот, будет легче. Просто этой рукой ты, если будешь пытаться, то есть ты пока только придерживаешь, а ты будешь тащить другой рукой. А это такой правой, тащить я буду вот этой? Вот этой рукой ты будешь над оазисом вот так вот, начиная за проволочку, начинаешь протаскивать внутрь оазиса. Видите, ребят, вам тоже идет обучение. Нащупай, этот теперь пальчик аккуратненько смотри, либо придерживай, либо вот максимально убирай, чтобы когда он будет продвигаться, ты его случайно не подняла, и, соответственно, он у тебя не развалился. То есть ты очень аккуратно просто придерживаешь, то есть этим ты только придерживаешь, а этим начинаешь аккуратно всовывать в оазис. Вот такими движениями, как я тебе говорила, постепенными, да, то есть проткнула там на полсантиметра, потом чуть выше поднялась опять. И вот так вот аккуратно начинаешь его просовывать. Таким образом, ты стебель не сломаешь, и его сможешь аккуратно вдеть в композицию. Все, он хорошо, глубоко у тебя там зашел. Не надо глубже его засунуть. Смотрите, ребят, как у нас красиво. Одуванчик здесь, ну вот, вот, смотрите, сбоку. Вот здесь еще будет дальше еще наполняться эта часть. Смотрите, как он красиво смотрится среди цветочков. Просто такой, знаете, вот волшебный шарик, да? Супер! Ну, конечно, такую композицию, ребят, это вы можете сделать просто, чтобы научиться очень хорошо чувствовать. Для чего вообще это упражнение я даю? Чувствовать цветок, чувствовать стебель, чувствовать вот это вот свое движение, потому что здесь надо все делать деликатно, чтобы сам не развалился этот одуванчик, да? Это для наработки вот именно вот этой чувствительности. Просто потренироваться, чтобы у вас на столе стояло вот что-то интересное, красивое. И я думаю, что покупателю любому будет очень интересно увидеть у вас на рабочем столе такую композицию с одуванчиками. Он лишний раз подумает о том, что вы молодцы, что вы профессионалы. Все, у меня дальше Вика продолжает думать, что ей еще сюда надо поставить. Точнее, что тут думать? У тебя еще вон палок, смотри, сколько. Я хочу тоже, чтобы ты их поставила. Дуванчики совсем окончательно не опали. Вот один, вот второй. Быстренько покажу. Сделали небольшую такую упаковочку, тишью смятая. Ну и пленочка, чтобы удобно было нести. Вот, выставили еще вот такие палочки, которые дали дополнительные линии. И сейчас Вика мне будет защищать эту композицию по той теории, которая она проходила. То есть кое-что я тут уже с ней вместе поработала над ней. Но я хочу сейчас еще услышать, что же мне Вика расскажет. Все шесть, семь законов композиции, как тут использованы. Вот она мне сейчас по каждому пройдется и покажет. Вообще такой получился очень натуральный стиль. Очень такая легенькая, она воздушная. По-моему, прикольная. Особенно мне нравится одуванчик на фоне палочки и колосочка. Вообще такой вот, пусть он даже и выходит сильно, но реально клево смотрится. Беру композицию, вообще я ее должна отдать уже. Ой, я на одуванчик дудунула. В общем, я должна была ее отдать сейчас своей ученице, чтобы она с ней поехала домой. А я хочу с ней сначала сфотографироваться, чтобы вам показать, какие крутые вещи у меня делают ученицы. Это первая практика на базовом курсе. Базовый курс, это чтобы вы понимали, для новичков. Ребята, вообще для людей, которые вот только пришли всему обучаться. И это первая практика. Красивая одуванчик, красивая Маринка. Маринка, так, открой мне дверь, или я давай открой дверь, потому что я уже полудуванчика сдула. Ой, на фоне, слушай, ну прикольный. Она такая, ну вот, есть тут один момент, такой очень важный по композиции, по тому, как она была сделана. Но это я уже рассказала Вике. Она знает, что тут надо было бы исправить. Я уже на камеру не буду на эту тему говорить. Но все равно. Какая она такая вся пыль. Да? Взрывная. Нет, она взрывная. Видит у меня моя ученица. Вик, ничего, что я тебя снимаю? Можно? Ну вот, видите, и нюхает свою композицию. А я только что пыталась заснять сторис и пару фотографий с этой композишкой, так, чтобы не сдулись одуванчики. Ну ладно, у меня еще задача как бы полегче. У Вики задача другая. Ей надо сейчас доехать домой, чтобы эти одуванчики не сдулись. Получится, как ты думаешь? Да, так и скажи, что так у меня одуванчики, не дышим, не дышим. Вот моя Викуля сидит, уже готовится ехать домой. Любуется. Ты довольна? Да. Здорово. Я тоже довольна. Ты молодец. Ребята, мы совсем не заметили, как прошло время, как вообще пролетел сегодняшний день, потому что сейчас уже 8.20 где-то. И мы с Маринкой закрываем магазин. Вот Вика тоже убежала домой. Сегодня целый день обучались. Вы сами видели. Вот я пришла с салона, сразу пришла Вика, и весь день было обучение. Но я считаю очень продуктивным. А моя сестра сейчас мне на телефон без конца шлет видео о том, как они провели этот день в Италии. Честно говоря, я очень хочу его смонтировать и вставить сюда кусочек Янкиного приключения. Но я пока не знаю, как мне это получится, потому что сестра снимала на телефон, знаете, ну вот в вертикальном положении. И видео не совсем будет понятным. Все, у нас уже все выключено. Маринка тут стоит, все ждет, когда же я выключу камеру, чтобы можно было пойти домой. Поэтому давайте чуть позже увидимся. Приехала во двор уже, ребят, все, припарковалась. И сижу и думаю, домой мне идти или в кофемолку? Потому что хочется, наверное, в кофемолку пойти, посидеть, что-нибудь перекусить. Муж, кстати, даже не звонил, не знаю где, он сегодня в выходной, наверное, куда-то опять поехал с байкерами кататься, потому что они сейчас ездят на дальние расстояния, куда-то там по Беларуси, когда есть свободное время. Возможно, где-то катается. Ну, вряд ли он дома, я его байка не вижу. Так что, мои хорошие, в общем, в общем, наверное, домой пойду. Наверное, пойду домой, смонтирую это видео и посмотрю, что там можно сделать с теми кусочками, которые мне сестра выслала. Хорошо, договорились. Спасибо большое, что были со мной, мои хорошие. Спасибо, что смотрите. Спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши теплые, теплые, приятные слова. Очень мне приятно их читать. Прям радуете, поднимаете мне настроение все время своими теплыми комментариями. Пойду-ка я отдохну, потому что завтра рабочий день и продолжение обучения. Надо высыпаться, надо раньше лечь спать. А если пойду сейчас в кофемолку, то это точно не получится. Много времени занимает монтаж видео и потом еще выгружать долго его надо и долго загружать на YouTube. Поэтому все, побежала. Спасибо, что были со мной. Завтра увидимся. Все. Пока-пока.